Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Они смогут получить государственные и муниципальные услуги, услуги федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, кредитных организаций, а также консультации. Для участия в проекте кредитная организация должна соответствовать требованиям федерального законодательства и иметь сеть филиалов на территории не менее 50% муниципальных образований. Программа Экономика. Минпромторг России включил инвестпроект Вятского фанерного комбината в перечень приоритетных. Там Сегежа Групп, входящая в АФК-система, планирует наращивать производство фанеры. В результате реализации проекта годовой объем производства готовой продукции вырастет почти в два раза. Экономика. На 101 АФМ. Кировский предприниматель попал в число лидеров по работе с госорганами. В топ-5 ИП, заключивших за последние пять лет самые крупные госконтракты, вошел кировский предприниматель Дмитрий Колчанов. Он получил заказы на поставку продуктов питания в школы, детские сады, коми и Ямало-Ненецкого автономного округа на 700 миллионов рублей. Его представители рассказали, что заявляются на тендеры от имени ИП, потому что на многие конкурсы допускаются участники только этой формы собственности. Кроме того, для участия в торгах от имени ИП нужно подавать в разы меньше документов, чем в случае с ООО. Кировчанин участвует в госзакупках 10 лет, а лидером рейтинга стал ИП Алексей Шарков. Он споставляет резинотехнические изделия и металлопрокат для одной из дочек РЖД. За пять лет он получил заказов более чем на 3 миллиарда рублей. Завершение валютах на сегодня. Доллар 58,90 евро 69 рублей 43 копейки. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове.